Здравствуйте, дорогие ученики! Продолжаем курс обучения правил дорожного движения. Значит, у нас продолжение темы дорожные знаки, предупреждающие знаки. Я объяснял, до какого знака. Значит, 1, 4, 6. У нас последний знак. Теперь 1, 5. Это пересечения с травами путя. Значит, этот знак тот же самый. 50, 100 метров, 150, 300 метров. Устанавливается этот знак в населенных пунктах, в населенных пунктах, в населенных пунктах, в населенных, конечно же, чуть дальше, в населенных чуть ближе. И предупреждают водителя о том, что значит, будет скоро пересечения с травами путя. Давайте я вам нарисую, будет понятно. Там, где не видно трамвайных путей, там не устанавливается это знак. Увидев этот знак, водители, что они должны делать? Значит, снижить скорость, быть длительным и аккуратненько пройти этот участок. Если будет трамвай, значит, что, в каких случаях? Конечно же, вы должны ехать, что ли вы? Пропустить. Устанавливается расстояние в городе 50-100, там, что 50-300, снизить скорость, быть длительным. Если придет трамвай, обязательно вы должны его пропустить. Номер знака 1 и 5. Болтотрамвайные линии 50-100 метров, 150-300 метров, минус 100 пунктов. Вот так. Это трамвай. Таким местом. Вот так. Значит, когда проездят транспортное средство, очередное транспортное средство. Первый трамвай, а вторые транспортные средства в этом порядке проедет этот опасный участок дороги. Видно. На прямом дороге этот знак ждать его могут. В основном про поворотов, бугоров, или там, где не видно трамвайных путей, или трамвай, этот знак устанавливается и предупреждает владителям о том, что будет скоро пересетение с трамвайными путями. Так. Дальше. Следующий знак 1, 6. Видно. Пересечение равнозначно дороги. Этот знак обозначает о том, что на этом перекрестке действует правило правой помехи. Сейчас я вам это нарисую. А что обозначает именно правило правой помехи? Правило правой помехи обозначает, что именно если есть с правой стороны транспортное средство, вы должны его пропустить. то же самое устанавливается в населенных пунктах на расстояние 50-100, в ненаселенных пунктах 150-300 обозначает, что пересечение с равнозначно дороги. Именно со всех сторон устанавливается этот знак и всем обозначает, что на этом перекрестке действует правило правой помехи. Расстояние от перекрестка 50-100 метров 150-300 до перекрестка. Транспортное средство очередное. Позьмем две транспортные средства. Значит, получается именно сидите на этом транспортном средстве вместо водителя находится здесь. Именно с правой стороны у него нету помехи. А на этом транспортном средстве сидите здесь и с правой стороны есть машина. Значит, вы не имеете права двигаться. А это транспортное средство имеет право двигаться. Значит, получается он первый проезжает, а красный транспортное средство проезжает второй. Понятно. Именно правило правой помехи об этом предупреждают. Хоп! Следующий знак. Это у нас 1,7. Пересечение с круговым движением. Там, где не видно круговое движение, там не устанавливается. до круговое движение. Населено на пунктах 50-100. Вне населено на пунктах 150-300. Он видит этот знак. Владитель должен снизить скорость, быть бедительным. А когда заезжает, значит, получается аккуратненько он должен заезжать. А в круговом движении действует два порядка. Есть, как сказать, кто в кругу первый, есть кто кто в кругу второй. Тут уже поздно зависит. Там, где не видно круговое движение, значит, в четвертый там не устанавливается этот знак. Боли должны быть бедительным, осторожным. Когда заезжаете, аккуратненько вы должны заезжать. Когда видно, другой знак устанавливается. На следующем знаке значит, я более подробно объясню, как круговое движение двигается. Следующий знак о длине 8. Ситофорное регулирование. Значит, этот знак обозначает о том, что скоро будет ситофор. Получается, это там, где не видно ситофора. Или в загородных торопах устанавливается вот этот знак. Получается, вы привыкли без ситофора двигаться. Если вдруг придет ситофор, вы не успеете притормозить. И поэтому заранее 50-100, 150-300 метров устанавливается этот знак и обозначает, что скоро будет ситофор. Если будет сеть опор и красный цвет, вы должны аккуратненько там остановиться. Не резко тормозить, а аккуратненько тормозить. Об этом поднагружает этот знак. Так, на сегодня все. До следующих занятий. До свидания.